Послание Иеремии Теперь вы увидите в Вавилоне богов серебряных и золотых и деревянных, носимых на плечах, внушающих страх язычникам. Берегитесь же, чтобы и вам не сделаться подобными иноплеменникам, и чтобы страх перед ними не обладел и вами. Видя толпу спереди и сзади их, поклоняющиеся перед ними, скажите в уме «Тебе должно поклоняться владыка». Ибо ангел мой с вами, и он защитник душ ваших. Язык их выстроган художником, и сами не оправлены в золото и серебро, но они ложные и не могут говорить. И как бы для девицы, любящих украшения, берут они золото и приготовляют венцы на голову богов своих. Бывает также, что жрецы похищают у богов своих золото и серебро и употребляют его на себя самих. Уделяют из того и блудницам под их кровом. Украшают богов золотых и серебряных и деревянных одеждами, как людей. Но они не спасаются от ржавчины и моли, хотя облечены в пурпуровую одежду. Обтирает лицо их от пыли в капище, которой на них очень много. Имеют и скипетр как человек, судья страны, но не может умертвить виновного перед ним. Имеют меч в правой руке и секиру, а себя самого от войска и разбойников не защитит. Отсюда познается, что они не боги, и так не бойтесь их. Ибо как разбитый сосуд делается бесполезным для человека, так и боги их. После того, как они поставлены в капище, глаза их полны пыли от ног входящих. И как у нанесшего оскорбления царю заграждается входы в жилье, когда он отводится на смерть. Так капище их охраняет жрецы их дверями и замками и засовами, чтобы они не были ограблены разбойниками. Зажигают для них светильники и больше, нежели для себя самих, а они ни одного из них не могут видеть. А они, как бревно в доме, сердца их, говорят, тощат черви земляные и съедает их самих, и одежду их, а они не чувствуют. Лица их черные от курения в капищах. На тело их и на головы их налетает летучая мышь и ласточки, и другие птицы лазают, так же по ним и кошки. Из этого разумеете, что это не боги. И так, не бойтесь их. Если кто не очистит от ржавчины золота, которым они обложены, для красы, то они не будут блестеть. А когда выливали их, они не чувствовали. За большую цену они куплены, а духа нет в них. Без ноги они носятся на плечах, показывая через то свою ничтожность людям. Постромляются же и служащие им, потому что в случае падения их на землю, сами собой они не могут встать. Так же, если бы кто поставил их прямо, не могут сами собой двигаться. Если бы кто наклонил их, не могут выпрямиться. Но как перед мертвыми полагают перед ними дары. Жертвы, их жрецы продают и злоупотребляют ими, равные жены их, части из них солят, ничего не уделяют ни нищему, ни больному. К жертвам их прикасаются женщины, нечистые родильницы. И так, познав из всего, что они не боги, не бойтесь их. Как же назвать их богами? Женщины приносят жертву этим серебряным, золотым и деревянным богам. И в капищах их сидят жрецы в разодранных одеждах, с обритыми головами и бородами, и с непокрытыми головами. Ревут они с воплем перед своими богами, как иные на поменках по умершим. Некоторые из одежд их жрецы берут себе и одевают ими своих жен и детей. Если испытывают от кого-нибудь злое или доброе, не могут воздать, не могут поставить царя, ни изложить его. Равно ни богатства, ни даже мелкой медной монеты они не могут дать. Если кто, обещав им обед, не исполнил бы его, не взыщет. От смерти человека не избавят, ни слабейшего усиленного не отнимут. Человеку слепому не возвратят зрение. Человеку в нужде не помогут. Вдове не окажут сострадания, и сироте не сделают добра. Камням из гор подобны эти боги деревянные, оправленные в золото и серебро. И служащие им посрамятся. Как же можно подумать или сказать, что они боги? К тому же, сами халдеи обращаются с ними непочтительно. Они, когда увидят немого, немогущего говорить, приносят его к Ваалу и требуют, чтобы он говорил, как будто он может чувствовать. И не могут они, заметив это, оставить их, потому что не имеют смысла. Женщины, обвязавшись тростниковым поясом, сидят на улицах, сожигая курение из оливковых зерен. И когда какая-либо из них, увлеченная проходящим, переспит с ним, попрекает своей подруге, что та не удостоена того же, как она, и что перевязь ее не разорвана. Все совершающееся у них ложно. Посему как можно думать или говорить, что это боги? Устроены они художниками и плавильщиками золотом. Ничем они не делаются, как тем, чем желали их сделать художники. И те, которые приготовляют их, не бывают долговечны. Как же сделанные ими могут быть богами? Они оставили по себе ложь и срам своим потомкам. Когда постигает их война и бедствие, жрецы совещаются между собою, где бы им скрыться с ними. Как же можно понять, что те не боги, которые сами себя не спасают ни от войны, ни от бедствий. Так как они деревянные и оправленные в золото и серебро, то можно познать, что они ложь. Всем народам и царям сделается ясным, что это не боги, а дела рук человеческих. И в них нет никакого действия божественного. Кому же после всего непонятно, что они не боги? Царя стране они не поставят, дождя людям не дадут, суда не рассудят, обидимого не защитят, будучи бессильны. Как вороны, находящиеся между небом и землей. Ибо в том случае, когда подверглась бы пожару капище богов деревянных или оправленных в золото и серебро, жрецы их убегут и спасутся, а они сами как бревна в середине сгорят. Ни царю, ни врагам они не могут противостоять. Как же можно принять или подумать, что они боги? Ни от воров, ни от грабителей не могут охранить самих себя эти боги, деревянные и оправленные в серебро и золото. Превосходя их силою, они снимают золото и серебро и одежды, которые на них, и уходят с добычей, а эти себе самим не в силах помочь. Поэтому, лучший царь, выказывающий мужество, или полезный в доме сосуд, который употребляет хозяин, нежели ложные боги, или лучший дверь в доме, охраняющая в нем имущество, нежели ложные боги, или лучший деревянный столб в царском дворце, нежели ложные боги, солнце и луна и звезды, будучи светлые, посылаемые ради потребности, благопослушны. Так же и молния, каждый раз как является, ясно, видимо. Так же ветер во всякой стране веет. И облако, когда повелит им бог пройти над всей вселенной, исполняют повеление. Так же огонь, свыше неспосылаемый для истребления горы и лесов, делает, что назначено. А эти не подобны им ни видам, ни силам. Почему же можно подумать или сказать, что они боги, когда они не сильны, ни суда рассудить, ни добра делать людям? Итак, зная, что они не боги, не бойтесь их. Царей они не проклянут, не благословят. Знамения не покажут на небе и перед народами. Не осветят, как солнце, и не осияют, как луна. Звери лучше их, они, убегая под кровь, могут помочь себе. Итак, ничего не видно нам, что они боги, посему не бойтесь их. Как пугало в огороде ничего не сбережет, так и их деревянные, оправленные в золото-серебро боги. Равным образом, их деревянные, оправленные в золото-серебро боги, подобно терновому кусту в саду, на который садятся всякие птицы, так же и трупу, брошенному во тьме. Из пурпура и червленицы, которые сливают на них, вы можете уразуметь, что они не боги. Да и сами они будут, наконец, съедены и будут позором в стране. Итак, лучший человек праведный, не имеющий идолов, ибо он далеко от позора. Продолжение следует...